Шалом, друзья! Мы продолжаем разбор первого послания Петра, и я сейчас нахожусь в студии «Оазис Медиа» Хайфа, Израиль, мессианская община, возвращенная на Сион или Шавей Цион. Вы легко можете подключаться к нашему YouTube-каналу и следить в онлайн-режиме наши субботние служения, если вы желаете это, конечно, или потом по записи. Также через Facebook вы можете подключаться и тоже видеть онлайн-служения. А сейчас мы продолжаем разбор первого Петра, и только коротенькое напоминание. Я, по своему мнению, уже говорил, что Петр, по всей видимости, пишет евреям, верующим, рассеянным в разных-разных странах мира в те две тысячи лет назад. Сегодня на самом деле много не изменилось, и все, что он пишет, также актуально, как тогда, так и сегодня. Он пишет евреям, это видно по стилю, по его терминологии, как он выражает себя, и если ты читаешь это немножко в другом языке, я имею в виду в иврите, то там вообще подчеркиваются слова, которые особенно Тора говорит часто, амсгулла, мамлехет куханим, это все обиход еврейской общины или даже служителей, сыновей Аарона. И Петр использует это, обращаясь к рассеянным иудеям, но, разумеется, прилипившись через Ешуа к Господу Богу, каждый нееврей с таким же успехом должен читать и использовать в своей жизни данные тексты. Также мы на прошлых уроках говорили об искушениях, и Петр говорит, и я тогда ссылался также на брата Господня Иакова, радуйтесь, когда входите в какие-то или выходите уже из искушений, то есть почувствуйте их плоды, я разбирал подробно эту тему, и я коснулся девятого стиха на прошлых разборах, достигая, наконец, верою в вашу спасение душ. И здесь как бы такая нотка чувствуется, что как будто достигая, зарабатывая спасение, на самом деле, по всей видимости, здесь больше подразумевается избавление из обстоятельств сложных, тех же самых искушений. И это не говорит вообще о том, что называют Писание или теологи эсхатологическое спасение. Эсхатологическое спасение — это полная наша зависимость и упование на милосердие Божие. И я думаю, что если мы свои сердца доверили Творцу, и мы познали то, что сделал для нас Его Сын Ешуа Машех, то мы уже как бы запечатлены, записаны. Это то, что касается эсхатологического спасения, то, что касается вопросов, связанных с выходом из каких-то сложностей, то здесь это по-разному у нас получается. Иногда мы проваливаемся в сложности, а иногда выбираемся. Иногда выбираемся быстро, иногда это затягивается. И Писание дает нам конкретные указания, как нам справляться со сложностями. Послушайте прошлый урок. Но сейчас я хочу подойти к следующему стиху. Это первая глава Петра, первого послания, и я читаю с 10 стиха. И здесь мы вдруг читаем, как Петр начинает ссылаться на какие-то, возможно, другие источники, разговоры, которые в то время существовали в еврейской мессианской общине. Да не только в мессианской, потому что все евреи, особенно в те времена, доверяли или старались доверять Танаху и тем, кто его истолковывает. И вот что Петр говорит. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной нам благодати, исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Мессии, когда Он предвозвещал страдания Машеха и последующую за ними славу. Им было открыто, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Ну вот, как я помню, много-много лет слышал учение Дерека Принца, и он говорил, «Петр, простой рыбак, пишет невероятно длинными предложениями, и нужно пытаться разжевать, понять каждую фразу, потому что каждая фраза просто золото». И здесь Петр начинает с того, что он говорит, что пророки издревле исследовали грядущие времена. Как они это делали? Ну, разумеется, один намек мы имеем в книге Даниэля, он написан «сообразив по священным книгам». То есть были какие-то записи пророческие, и Данил, который сам был пророком, исследовал эти записи, и, полагаясь на то толкование и то рассуждение, которое ему давал Святой Дух, он пытался провидеть будущее. И мы видим, что многие из того, что провидел Даниил, совершаются до сегодняшнего дня. И, наверное, примерно на такую практику ссылается апостол Петр Кифа, и он говорит то, что те древние пророки исследовали и заметили одну потрясную вещь, для нас потрясную, для них менее, что нам, что мы, что это поколение, последующее поколение живет в более благоприятное время. Каким образом? Ведь сегодня многие люди говорят «покажите мне Бога, я его увижу», или «где ваш Бог», или «как в него вообще можно верить, когда Холокост случился?» Мы такие слова слышим часто в Израиле. Суть или частичный, или субъективный мой ответ на эту тему примерно таков. И на самом деле это не только мой, так многие понимают в Ира Цисраэль с еврейской позицией, что Богоявление или сила раскрытия Бога от поколения к поколению меняется. И то, что переживали люди во времена Моше, когда они видели столб огненный и облачный, это не значит, что последующее поколение могли видеть подобные вещи. В иудаизме даже используется такое выражение «элухим барай таолам венейлам», то есть Бог сотворил этот мир и удалился, то есть стал как бы немножко дальше от него. Намек на эту тему мы читаем в послании Павла, в первой главе послания к римлянам, и там он говорит такие слова, что «то поколение, перед которым явен был Бог, оно, видя Его, не прославило Его, и посему предал их Бог разным гадостям, превратному уму и прочему, прочему, прочему». О чем это говорится? Мы живем в непростое в плане Богоявления время. И вокруг нас есть так много помех, что нормативному человеку сложно увидеть Творца. И как сильна вот в этот момент сила слов, которые наш Машиах, спаситель Иешуа, сказал, что кого не привлечет Отец, к нему не могут приблизиться. И если вас он привлек, то скажите «слава тебе, Господи!» И молитесь за тех ближних ваших или дальних ваших, о ком ваше сердце болит, чтобы и их приблизил к себе Бог. Но суть этого такова, что мы живем в времена, когда сложно его увидеть, но если ты увидел его, если ты переживаешь его, то ты можешь значительно эффектнее прочувствовать его власть и силу в своем сердце, чем это было в былые времена. Почему я имею такую дерзость такие слова сказать? Я попытаюсь пояснить. Это как роды. Когда женщина забеременела, ну, она, наверное, начала чувствовать это почти сразу. Со стороны вообще мало чего видно. А некоторые даже сами только спохватываются на более позднем сроке, то есть первый, второй, третий, четвертый месяц, как будто ничего не происходит. Мы живем в мессианские времена. Даже неверующие в Ешуа люди говорят «времена, когда слышится поступь Машеха». Тем более мы, которые по милости Творца раскрыто имя Машеха. И вы знаете, что если мы обращаем свое сердце, то мы можем почувствовать, что несмотря на то, что век сей крайне развращен, он наполнен всякой суетой, рутиной, всякими соблазнами. Но если ты справляешься с этим и направляешь свой мозг, свои мысли, свое расположение сердца и свое решение следовать за Господом, то сила раскрытия, силы воскресившей Ешуа из мертвых станет для тебя явнее, чем тогда это было. И вот эта мысль, я так, по крайней мере, вижу эту мысль в 10, в 11 и в 12 стихах. И Петр даже говорит, что ангелы не понимают этого и пытаются проникнуть и прочувствовать, каким образом те страдания Машеха и последующая за ним слава, когда он воскрес из мертвых, раскрывается в последующих поколениях больше и больше. Это очень важный урок для нас. Мы должны о себе думать примерно так. Не просто вокруг все, сложно все. Но я могу приблизиться к Господу сегодня больше, чем это было 100, 200, 500 и даже 2000 лет назад. Я не сравниваю это с какими-то особенными моментами, когда Маше поднимался на гору или когда Ешуа проходил через толпу и касался. То были моменты минутные в истории, славные, величайшие, но минутные. Но если мы рассматриваем рутину людей, которые жили полторы тысячи лет назад, две тысячи лет назад, сегодня, сегодня по Писанию у нас больше шансов, потому что мы ближе к мукам рождения, к раскрытию Машеха, к его возвращению назад, к явлению силы, которая исправит мир, которая уже исправляет, но которая тотально изменит и прославит Творца и Его Сына, как написано в 3 главе Деяния апостола в 21 стихе, там, где сказано, перед его явлением Бог исцелит, исправит, изменит, будет текун всего. Я хотел бы ободрить вас, молиться, чтобы Бог прикасался к вам, раскрывая силу этого приближающегося грядущего века, века, когда Ешуа будет видим, и когда сила, которая его воскресила из мертвых, может совершать гларомадные чудеса в ваших жизнях. Будьте благословенны и шалом вам. Субтитры создавал DimaTorzok